Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы опять выехали на телесъемки. И находимся мы примерно в районе лечебницы Невс, Снаурский район. Вот тут вот мы увидели вдоль дороги растет растение, которое я вам показывал весной. Растение называется купена или соломоновая печать. Вот посмотрите на это растение, близко посмотрите, с черными ягодами. Весной она цветла красивыми белыми душистыми цветами. И я вам еще говорил о том, что многие наши жители путают ее с ландышем. Это не ландыш. Повторяю, это купена. Очень многие жители из Невска района, особенно район Торвис, Корнис, делают из него соленья. Так называемые цнилии. Называют они его зентеры. Ну, они его как-то отваривают, солят. Вообще растение считается ядовитым. Но, возможно, при варке, когда вот они его отваривают, возможно, яды разрушаются. Растение по-другому называется соломоновая печать. Ну, попробуем, может быть, вырвать один. Ой, нет, не оторвалось. Ну, вот близко, посмотрите, как это выглядит. Вот она, соломоновая печать или из энтеры. Любимое блюдо жителей из Невска района. Ну, не в таком виде, конечно. Они его засаливают, когда он только-только выходит из-под земли. У него нежные, мягкие листья. Ну, мне дали один раз попробовать немножко горчить. Ну, говорят, что вся прелесть горечью. Не знаю, насколько это правда. Возможно, они правы. И вот здесь очень много. Вот, посмотрите, сколько тут из всяких разных, все с плодами. Плоды эти тоже ядовиты. И не вздумайте их пробовать. Можно отравиться. Очень серьезно. И тут же, вот недалеко от этого места, где мы с вами сейчас снимаем купену, находится второе интересное растение, о котором меня часто спрашивают наши жители. Это растение лиана. По-остински его называют жагальжу. Ну, почему-то все лианы в астинском языке звучат как-то одинаково. Все жагальжу. Ну, если так считать, виноград тоже тогда жагальжу, и хмель жагальжу, и жагальжу очень много. Вот это растение. Вот оно. Вот вы его видите. Вот посмотрите, запомните его. Хотя, может, по листьям вы его узнаете. У него такие сердцевидные листья, очень интересные. И на нем зреют вот такие красные ягодки. Вот посмотрите, эти ягоды. И ягоды эти тоже ядовиты. И есть их нельзя. Чем славится тамус или адамов корень? Адамов корень – очень серьезное лекарство для тех, у кого болит спина. При радикулите, при ишиасе, при вот этих болях, он помогает. Помогает его корень. Корень его очень глубоко. Здесь я не собираюсь его копать. На самом деле очень глубоко. Так, чтобы вы имели представление, он похож на очень что-то среднее, на очень крупное морковь и свекла. Такой удлиненный корень. Его трудно копать. Во-первых, он очень легко ломается при копке. А во-вторых, он довольно глубоко. Ну, если кто-то, я уже спрашиваю или повторяю, если кто-то интересуется, можно найти его в лесу, он растет и в поле. Вот запомните его, пожалуйста, как он выглядит. Пользоваться им надо очень осторожно, потому что сок его может вызвать очень серьезный ожог. У вас будут волдыри и будут сильные боли. Поэтому, прежде чем им пользоваться, просите внимательно инструкции по его применению. Ну, и тут же по земле вот ползет другое вечно зеленое растение, очень распространенное. В Знаурском районе есть, оно и в других местах растет. Она у озера Коз, растет Шагрина. Ну, во многих местах она растет. Растение обычно обвивает деревья. Видите, что по скалам вниз спускается плющ. Плющ тоже льяна. Это вечно зеленая льяна. Она у нас растет не везде. Она растет вот в Знаурском районе. Как я уже сказал, в Жагрина и в других местах. Короче говоря, она растет в тех местах, куда попадают черноморские воздушные массы. И климат более влажный, чем в других частях Южной Осетии. Ну, это сейчас будет ползти этот плющ до тех пор, пока не найдет какое-нибудь дерево или, может быть, что-то другое. По нему поднимется, будет ползти вверх. Обычно оно идет вверх, ближе к солнцу. Стремление... Все растения вообще стремятся к солнцу поближе быть и выбирают такие вот места. Вот здесь момент, когда плющ наконец нашел опору. Вот он прицепился к этому дереву и ползет вверх по этому дереву. Ползет туда, к солнышку. Он очень сильно присасывается своими корнями деревьям. Вот посмотрите, я даже отодрать его не могу. Видите, как он крепко прицепился. Паразитное растение, оно питается соком этого растения. В конце концов, дойдет до того, что через какое-то время оно погубит это растение, задушит его, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Как-то весной я вам показывал растение цветущее колокона. Помните, такой интересный у него был цветок? был закрыт от дождя, цветок закрывал внутри пестик, тыченьки и так далее. Сейчас наступило уже ближе к осени, скажем так, и вот эта колокода дал ягоды. Вот эти ярко-красные ягоды это плоды и семена растения колокода или аронника, как я вам уже говорил. Я вам показывал, у нас два вида аронника, один аронник пятнистый, а второй листья были без пятен. Ну вот так вот выглядит он уже после созревания. Когда подают уже цветы, происходит опыление цветка и получаются вот такие красные плоды. Кстати, тоже ядовитые, поэтому не вдумайте их пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь по ущелью рядом с дорогой протекает небольшая речушка. Она очень чистая, прозрачная и даже вкусная. Мы попробовали ее на вкус. Приятная вода. Можно пить, она чистая абсолютно, течет. Должен вам сказать, что эта река не безжизненна. Живы в этой реке рыбы живут. В частности, живет форель ручевая, наша местная форель. Одна из красивейших рыб вообще не только у нас, но и в других странах тоже. Форель относится к семейству лососевых. Это ценная рыба. Она дает красную икру, такую же, как дают и все лососевые рыбы. Такие, как горбуша, такие, как семга, ну и много других рыб представителей класса лососей. Здесь, помимо нашей ручьевой форели, живут также и другие рыбы. Попадается рыба усач, иронов хожех, и попадается рыба небольшого размера, быстрянка, которую местный житель называет пластинский тэпа, и еще под вторым названием напута. Она проходит здесь среди местных жителей. Ну, рыб говорят много, мы не пробовали ее ловить, но, может быть, где-то, если будет удобное место, мы попробуем. Иногда бывает, что получается поймать рыбу руками даже. Посмотрим. Вот те рыбы, которые я вам перечислил, кроме быстрянки, считаются ценными рыбами, особенно форель, и также после форели, так сказать, на втором месте, если можно выразиться такими словами, то это усач. Ну, вы слышали, наверное, усач, раньше его возили из Грузии под именем Цотшхали, и очень часто наши жители выкладывали эту рыбу на стол при праздниках, при других каких-то случаях. Но, к сожалению, в последние годы я хочу вам сказать, что у нас очень сильно развилось браконьерство. Появились люди, которые глушат рыбу электрическим током, и это электричество убивает не только рыбу, она убивает все живое, что только есть в воде. Погибают лягушки, головастики, змеи, другие водные насекомые, в частности, пропадают ручейники, погибают также и другие животные обитатели воды. Поэтому давайте это наше общее добро, наша общая земля, и давайте мы прекратим вот такие варварские способы рыбалки. Тут вот на этом месте на цветущих растениях собрались разные бабочки. Большей частью это бабочки перламутровки, вы видели их на цветах, их тут довольно много, и бабочки белянки. Ну, судя по тому, что они как-то кучкуются, грубо говоря, вероятно, у них какой-то брачный лед. Ну, как вы знаете, бабочки такие же опылители, как и пчелы, и многие считают бабочек вредными. Вредные в общем-то не бабочки, а вредные гусеницы некоторых бабочек, не всех бабочек. А тут они сейчас сидят и пьют сладкий сок, нектар. Соодно они опыляют вот эти растения. Без опыления, как вы знаете, урожая нет. Не образуются семена, не образуются плоды. Вот передо мной растет дерево, название которого не все жители нашей республики знают. Оно распространено, несколько раз его приносили на телевидение и с удивлением говорили, что якобы редчайшее дерево и нигде его не видно, только там в каком-то одном месте. Дерево у нас распространено, называется оно берец клет, по-стински называют его харагбаттан. Ну интересное дерево, красивое, очень декоративно смотрится. Сейчас пока на нем вот, на как бы на ниточке подвешены его плоды, а попозже оно станет таким ярко-красным, очень красивым, привлекательным. Есть смысл вводить культуру и было бы наверное приятно видеть вот такие вот ярко-красные плоды на деревьях, на улицах города. вот мы подъехали к леснику старому знакомому нашему клееву лаврику. Он здесь выкопал небольшой такой прудик и здесь появились черепахи, водные черепахи. у нас их много. Есть сухопутные вы знаете, есть водные или живущие в воде. Но они отличаются резко от сухопутных. У них не такой высокий панцирь и они легкие. А те черепахи сухопутные они очень тяжелые, они тонут сразу в воде. У этих черепах хвостик намного длиннее, чем у сухопутных черепах. И вообще они очень быстрые. Несмотря на то, что носят название черепахи, они очень быстрые, моментально убегают. Вот мальчишка их поймал. Здесь есть такое развлечение у мальчишек. Они ловят вот этих черепах. Причем бывают черепахи и мелкие. Не все они такие более-менее взрослые черепахи. Интересно то, что здесь в этом месте на этом полуозере полумолота появилась также ряска. Это самая маленькая из высших растений. Она состоит из трех таких маленьких показывали. Между прочим говорят, что она лечебная и ей улечат витилигу. Если вы помните, вот есть такая болезнь, когда начинает обесцвечиваться кожа на руках, на теле и якобы ряска при этой болезни помогает. Ряска очень ценное кормовое растение. Очень многие водоплавающие птицы, ну и часть рыб тоже, они поедают вот эту ряску. Ну вот такие заросли они нужны, они очищают воду и помимо всего, что очищают воду, они еще и обогащают ее кислородом. Ряска считается съедобной. Ну я не пробовал, не знаю даже, как ее есть, все-таки тут болото, но есть люди, которые ряску употребляют в пищу. И высушенную ряску перетирают в порошок и кормят многие этим перетертым порошком своих аквариумных рыб. Мы присели и тут отправили мальчишек на поиски черепах. Дело в том, что попадаются очень мелкие черепахи. Если вы помните, старые 5-копеечные монеты, они величиной вот 3-5-копеечные монеты. Но, к сожалению, пока безрезультатно, пока мы их не нашли. Очень многие наши жители не знают того, что черепахи откладывают яйца. И из этих яиц потом выводятся вот такие маленькие черепашата. Ну мы искали место кладки. Бывает по каким-то признакам можно обнаружить кладку черепах, ничего не нашли. Ну попросили мы нашего друга старого лесника, если он обнаружит кладку, чтобы он нам сообщил и мы могли заснять и показать все это вам. так, чтобы он Заканчиваем нашу передачу Спасибо вам всем за внимание Спасибо также спонсору нашей передачи Юго-Остинскому комбинату хлебобулочных изделий И директору Вадиму Шатаевичу Цхоребову До следующей встречи Субтитры создавал DimaTorzok